привет мои дорогие друзья решил показать вам кое-что что нельзя сдавать в магазин если вам пришли такие банкноты значит это 50 гривен но 50 гривен необычный и так что мы знаем о 50 гривен 2014 года первое это банкноты которые выпускались последние скажем так после них пошли банкноты нового образца нового образца как мы знаем все выглядят вот таким образом банкноты то есть они правда начали выпускаться аж если не ошибаюсь 2019 года у меня был целый корешок таких банкнот серия а а то есть первые банкноты кстати интересно что здесь краска ведь и отпечаталась так сказать переклеилась видимо в любом случае банкноты прессовые прямо из корешка так вот банкноты эти предыдущие последние 14 года эти вышли аж 19 но отличие этих банкнот в том что они есть с двумя подписями это гонтарева или гонтарева и кубев буду говорить кубев а то меня очень часто поправляли банкноты абсолютно ничем не отличаются друг от друга это стандартные банкноты но они отличаются от банкнот предыдущих годов выпуска я уже как-то показывал в чем отличие но если кто не помнит я попробую сейчас показать еще раз в чем отличие банкнот 14 года что кубева что гонтарева или гонтаревой от предыдущих банкнот вот у меня есть банкноты такие скажем более не менее в неплохом состоянии я их специально откладываю вот такой же полтинник но это уже подпись сорки с или сорки если не ошибаюсь 2005 год но отличие заключается вот видите возле уха синяя вот такая вот пимпочка синяя полосочка вот а на банкнотах 2014 года этой пимпочки возле уха нет уже видите вот здесь есть только вот это вот за корлючка а той пимпочки нету при том на обеих подписях скажем так этих банкнот вот видите что на одной что на другой этой за корлючки уже нету так вот в чем прикол получил вчера я на сдаче в магазине вот такую пачечку банкнот 2014 года банкноты из корешка номера идут подряд 71 69 68 67 приятно до 66 65 просто в магазине на сдаче вот но из этих двух банкнот 1 является наиболее редкой и как вы думаете какая из них будет наиболее редкой банкнотах со временем значит смотрите и маленькая предыстория и история вот здесь расписывается глава национального банка украины так вот кубев он занимал самый короткий срок главы национального банка за всю историю украины потом пошла гонтарева или гонтарева как угодно которая сейчас где-то в британии кстати до сих пор что-то все замолчали уже все эти антикоррупционные органы которые у нас там понасоздавали их целую кучу всем похер до сих пор никого не посадили все замечательно у нас стране так вот он занимал самый короткий пост и вот это его подпись кубев потом пошла гонтарева но прикол в том что я сто тысяч раз говорил вам покупайте каталоги каталог дает бесценную информацию а информация дороже денег и вот сейчас я вам хочу показать зачем нужно покупать каталоги и так место у меня маловато конечно но попробую как-то это сейчас вам показать значит я сейчас сделаю вот таким образом а у меня будет бардак на столе вам немножко видим но нам это не имеет значения нам главное другое смотрите в чем ценность каталога вот наш кубев вот его подпись кстати вот одиннадцатый год а вот соркис я перепутал то другой чувак был расписан неважно короче вот наш кубев смотрите вот в этом каталоге уникальность этого каталога в том что здесь указаны все буквы которые вышли на серийных номерах то есть началось все с с а а закончилось все если не ошибаюсь ты у да закончила все ты у и так что это у нас здесь за серия букв с р правильно смотрим в каталоге если тут sr и где мы тут а вот видите грубо говоря в середине то есть это sr серия в середине если у меня была последняя или первое было бы типа поинтереснее но суть не в этом это особо на цену не влияет на самом деле просто так чисто для собственного удовольствия но влияет на цену количество серий букв а теперь смотрите переворачиваем вот наша гонтарева вот она слева видите вот подпись гонтарева 14 год и вот количество серий букв почти в половину меньше вы поняли а это говорит о тираже общем этих банкнот то есть по сериям букв даже не имея каталога но записывая то есть допустим через вас проходит пачка гривен там получили зарплату или неважно где-то увидели кучу гривен возьмите эти гривны и начните считать и самое главное просто начните записывать буквы когда вы запишите все буквы вы поймете сколько тираж той или иной банкноты то есть серия букв допустим у а да то есть первая банкнота теперь мы берем банкноту и делаем таким образом смотрим сколько здесь какая здесь цифра идет то есть вот видите 9 то есть это уже последняя почти да и как только дойдет 9 9 9 9 все с там следующая буква пошла вот так вот вычисляется тираж то есть количество тут 90 930 тысяч до или сколько 9 миллионов до 9 миллионов то есть фактически 10 миллионов банкнот каждой буквы то есть каждая вот эта серия это фактически 10 миллионов вот сколько банкнот было выпущено в обращении теперь переворачиваем сюда посмотрите сколько было выпущено кубова миллионов банкнот видите вот для этого очень нужен каталог теперь посмотрим на 11 год видите меньше всего поэтому 11 год полтинник самый дорогой из всех я уже как-то об этом снимал видео но скажу еще раз самые дорогие 50 гривен которые вам стоит искать и даже просто если они в более не менее хорошем состоянии рекомендую откладывать такие банкноты банкноты будут непрерывно дорожать но самое интересное что из банкнот четырнадцатого года самые редкие являются с подписью гонтарева а вот банкноты с подписью кубова другие очень дорогие одних я расскажу вам следующих видео потому что мне же их надо показать вам еще к тому же вот такая вот интересная необычная история насчет банкнот поэтому если вам сдают в идеальном состоянии банкноты тоже и малого номинала еще и из грубо говоря старой линейки то есть это же новая линейка да вот а это старая линейка вот так как сейчас курс доллара кстати начал разворачиваться начинает падать я надеюсь все успели продать доллары по хорошему курсу вот но это отдельная отдельная тема для видео но суть в том что банкноты старого образца в принципе в любом с любой подписью любого года надо откладывать но чтоб вы знали что с подписью гонтарева 50 гривен наиболее ценные будут банкноты со временем то есть где-то лет через пять когда уже вот эти может быть даже сменятся если эти сменятся то представьте цену вот этих банкнот сразу вспоминаем предыдущие года выпусков банкнот там цены очень хорошие на редкие подписи например тот же матвиенко так еще хотел сказать двух словах я сегодня чисто случайным эмпирическим образом начал отмывать монеты во-первых россии вот сейчас жена там побежала в магазин один ингредиент я попросил чтобы она для меня купила я его добавлю проверю и самое интересное что эти монеты то есть чистка вот этих монет задача у видите штемпельный блеск задача осветлить монету а потом чтобы она запатинировалась и когда она запатинируется она наберет свой цвет и будет говорится нам счастье но помимо этого всего так называемым эмпирическим путем я отмыл еще вот что смотрите 50 копеек сейчас они у меня легли патинируется посмотрите какая красота то есть теперь мне надо вот разница цветов видите справа монетка более золотая вот слева более светлая теперь мне надо чтобы вот это светлое стала такой же золотистой но прикол в том что на этой свет на монете справа были пятна патины теперь их нету посмотрите какая идеальная монета вот просто теперь надо чтобы она притемнилась и когда у меня эта монета притемнится то есть ляжет патина я увижу что метод работает я для вас сниму потрясающее видео как отмывать монеты украины также и россии которые покрыты фольгой то есть металлические монеты покрыты вот этой цветной фольгой так называемый подписывайтесь на мой канал чтоб ничего не пропустить движение как обычно продолжается всем удачи пока